Министерство образования и науки Республики Казахстан, НАУ, Крагандинский технический университет, материалы КМООК, образовательная программа, производство строительных материалов, изделий и конструкций, архитектурно-строительный факультет, кафедра строительных материалов и технологий, дисциплины, модификаторы и отходы промышленности в производстве бетонных и керамических материалов, тема, история применения добавок, классификация добавок, лектор, доцент, кандидат технических наук, Серова Роза Фаиковна. План лекции. Первое. История возникновения добавок. Второе. Классификация модификаторов. Цель лекции – ознакомление студентов с историей возникновения добавок. Изучение классификации добавок. Первое. История возникновения добавок. Когда еще не была известна природа физико-химических процессов, происходящих при смешивании цемента с водой, она добавлялась к смеси интуитивно, в зависимости от навыков людей, укладывающих бетон. Иногда бетонное покрытие было прочным, но бывали случаи разрушения уложенного бетона. Долговечность бетона пытались повысить за счет использования оптимального количества цемента и воды. В дальнейшем было установлено, что для получения бетонов с требуемыми строителями техническими свойствами следует знать закономерности регулирования параметров цементных систем на стадии взаимодействия цемента с водой. В связи с этим возникла необходимость изучения вопросов гидротации цемента, проектирования состава бетонной смеси, роли различных добавок в ней, разработки теории водоцементного отношения. Руководствуясь известными теоретическими положениями отвердения вяжущих и бетона, исследователи старались поддерживать как можно более низкое водоцементное отношение. Чтобы достичь наибольших прочностей бетона, однако такой подход не всегда соответствовал техническим требованиям. Добавление большего количества воды, чем требуется для гидротации цемента, приводит к снижению прочности бетона, усиленному его растрескиванию и ухудшению основных характеристик. Все это привело к необходимости разработки добавок, снижающих расход воды и позволяющих регулировать свойства цемента. С 1850 года, то есть с начала производства бетона на портландоцементе, в него добавляли гипс для регулирования сроков схватывания. Использование добавок хлористого кальция как ускорителя или сахара, как замедлителя, относится к началу 20 века, 1919 по 1920 годам. На современном этапе развития технологии строительства проблема повышения качества и долговечности бетона и железобетона во многих практически важных случаях может быть успешно решена путем использования новых химических материалов. Одним из наиболее перспективных и эффективных направлений химизаций в современном строительстве является широкое использование различных органических и неорганических веществ в качестве добавок к бетону. Водимые в десятых и сотых долях процента от массы цемента они существенно влияют на химическое и физико-химические процессы при твердении цемента и создании благоприятной с точки зрения стойкости структуры бетона. Такие вещества называют модификаторами бетонной смеси и бетона. Еще за 2-3 тысячелетия до нашего времени древними мастерами практиковалось применение различных добавок, в том числе гидрофобных органических веществ для повышения водостойкости в воздушной извести. Жиры, масла и некоторые другие органические соединения, обладающие гидрофобными свойствами, широко распространены в животном и растительном жире. Мире. Повседневно встречая такие вещества в окружающей природе, человек с давних пор применял их не только для питания, но также для различных бытовых и производственных надобностей, в том числе строительной техники. Так, например, в Древнем Риме к извести добавляли свиное сало и свернувшуюся кровь животных. А в Древней Руси творог, льняную сечку вместе с льняными семенем, отвар еловой коры и другие вещества. В 30-х годах прошлого столетия наибольшее распространение в СССР и за рубежом имели добавки, представляющие собой нерастворимые в воде мыло жирных кислот. Так, например, под различными названиями церозит, церолит и другие поступали в продажу смеси олеинокислого кальция и олеинокислого алюминия с гидрооксидом кальция. Последний компонент обычно брали в избытке, чтобы облегчить равномерное распределение алиатов в процессе их введения в бетонную или растворную смесь. Существовали также препараты из битумов, восков и смол, применявшиеся в виде эмульсий при изготовлении бетонов и растворов. Иногда гидрофобизация бетонных изделий осуществлялась их последовательной пропиткой растворами мыла и алюминиевых квасов в воде, раствором парафина в дихлоэтане или четыреххлористом углероде или другими составами. Изготовление подобных препаратов гидрофобного типа, предназначавшихся главным образом для предохранения бетонов от вредного действия воды и агрессивных растворов, носило преимущественно эмпирический характер. Это мост Колорадо, построенный в 1920-х годах. Он считался самым высоким бетонным мостом в мире. Одним из убедительных примеров практического эффективного применения добавок является построенный в XIV веке Карлов мост через реку Волтаву в Праге. Для его сооружения был применен бетон на известковом вяжущем с добавкой куриных яиц, которые по своему составу являются прямой водной эмульсией олеина и других жиров, обеспечивающей гидрофобизирующие свойства искусственного камня. Карлов мост служит людям более 500 лет, хотя сделан из воздушной известий. Тогда, как Венский мост в Рен-Сбрюкке, построенный из обычного цементного бетона и работавший почти в аналогичных с Карловым мостом эксплуатационных условиях, разрушился через несколько десятилетий. Одна из первых попыток не только найти рациональный способ гидрофобизации цементов и растворов, но вместе с тем, исходя из физико-химических представлений, дать такому способу научное обоснование было сделано в 1934 году в ценной ИПСЕ. При этом исследовалось капиллярное натяжение воды в цементных порошках. Гидрофобизированных каменноугольным пеком изучались микроструктуры и свойства отвертевших растворов, а также влияние добавок пека на пластичность растворных смесей. Было доказано, что одной из специфических особенностей гидрофобизированных строительных растворов по сравнению с обычными является пониженное капиллярное давление. В результате гидрофобизации растворов уменьшается их смачиваемость, гигроскопичность, водопроницаемость и повышается химическая стойкость. Были предложены способы, позволяющие вводить несмачивающейся водой органические добавки цементных цементных клинкер при его помоле. При разработке гидрофобного цемента Хигерович, основываясь на разработках Риббинтера, обосновал принципиальные условия получения гидрофобного цемента, заключающиеся в том, что следует применять не гидрофобные, а гидрофобизирующие добавки. Возможности химических добавок существенно возросли с появлением суперпластификаторов. Суперпластификаторы представляют собой относительно новую категорию химических добавок, действующих на цементные системы, как водопонизители высокой степени. Суперпластификаторы вводят бетонную смесь для достижения следующих эффектов. Увеличение удобоукладываемости бетонных смесей вплоть до самоуплотняющихся, литой консистенции при номинальных расходах исходных материалов. Сокращение расхода воды сотворения более чем на 20% и получение бетона повышенной прочности или высокопрочного из удобоукладываемых бетонных смесей на основе рядовых портландцементов. Снижение расхода цемента до 25% при обеспечении заданной удобоукладываемости бетонной смеси и прочности бетона. Суперпластификаторы, как добавки к бетону, были заплатентованы еще в 1935 году. Однако, широкое распространение и применение в технологии бетонных работ получили только в начале 60-х годов Японии, а затем Англии, США, Канаде и ряде других стран. Суперпластификаторы представляют собой олигомерные композиции с различной молекулярной массой и согласно классификации, принятые в Великобритании, могут быть разделены на три основные категории. Первое. Сульфирование меламиноформальдегидной смолы и комплексные добавки на их основе. Второе. Продукты конденсации нафталин, сульфокислоты и формальдегида и комплексные добавки на их основе. Третье. Модифицированные, очищенные и практически не содержащие сахаров, лигносульфонаты и комплексные добавки на их основе. Позднее, в четвертую, менее распространенную группу, были выделены продукты, конденсаторы, оксикарбоновых кислот. С 1850 года, то есть начало производства бетона на портлон-цементе, к нему добавляли гипс для регулирования сроков схватывания. Использование добавок хлористого кальция как ускорителя или сахара как замедлителя относится к началу 20 века с 1919 по 1920 годам. В 30-х годах прошлого столетия наибольшее распространение в СССР и за рубежом имели добавки, представляющие собой нерастворимые в воде мыло жирных кислот. Возможности химических добавок существенно возросли с появлением суперплассификаторов. Суперплассификаторы представляют собой относительно новую категорию химических добавок, действующих на цементной систему, как водопонизители высокой степени. Применение суперплассификаторов по сравнению с традиционными пластификаторами позволяет получить существенный экономический эффект. Значительно снижаются энерго- и трудозатраты на формование, сокращаются энергозатраты на тепловую обработку. Снижается материало-емкость конструкции в случае изготовления высокопрочных бетонов. Повышается производительность труда. Модификаторы бетонов вещества, добавляемые в бетонные смеси с целью изменения одного или нескольких параметров бетонных смесей при сохранении неизменными остальных характеристик. Последние годы появились и получили широкое распространение новые эффективные вяжущие модификаторы для вяжущих и бетонов, активные минеральные добавки и наполнители, армирующие волокна, новые технологические приемы и методы получения строительных композитов. Все это позволило не только создать, но и освоить производство новых видов бетона, но и значительно расширить номенклатуру применяемых в строительстве материалов от очень легких теплоизоляционных до высокопрочных конструкционных. Номенклатура модификаторов предложенных применению весьма обширна. Количество модификаторов превышает 80 наименований, но, к сожалению, широкого применения они не находят. Отдельные группы модификаторов придают бетону и конструкциям на его основе совершенно новые свойства. Второе. Классификация модификаторов. Модификаторы по своему назначению подразделяются на первое. Регулирующие свойства бетонных смесей. Пластифицирующие на пластифицирующие первой группы, пластифицирующие второй группы, пластифицирующие третьей и четвертой группы. стабилизирующие регулирующие сохраняемость подвижности, порезующие газообразующие. Второе. Изменяющие свойства, регулирующие кинетику твердения, повышающие прочность, снижающие проницаемость, повышающие защитные свойства по отношению к стальной арматуре, повышающие морозостойкость, повышающие коррозионную стойкость, регулирующие процессы усадки и расширения. Третье. Придающие специальные свойства, противоморозные, гидрофобизирующие, биоцидные, повышающие стойкость высокообразования. Наиболее широко в бетонах применяются модификаторы структурирующего, пассифицировающего действия, регуляторы твердения бетона, а также комплексные модификаторы полифункционального действия. Среди модификаторов структура образующего действия особая роль принадлежит кремнеорганическим соединениям различных классов, применение которых позволило разработать группу бетонов высокой морозо- и коррозионной стойкости. Важное место среди химических модификаторов занимают пассификаторы и супер пассификаторы бетонных смесей. В состав комплексных модификаторов могут входить активные и малоактивные компоненты типа высокодисперсного микрокремнезиома, золы уноса и другие существенно улучшающие технологические свойства бетонных смесей и физико-технических свойств бетонов. Это еще в большей степени повышает актуальность применения модификаторов, позволяющих утилизировать многотоннажные неорганические отходы производства. Особая роль в этом принадлежит микрокремнезиом, на основе которого получены комплексные порошкообразные модификаторы полифункционального действия насыпной плотностью 750-800 кг на кубический метр. Также все добавки можно разделить на 7 групп. Суперплассификатор позволяет повысить подвижность бетонной смеси или увеличить прочность, плотность и водонепроницаемость бетона или снизить расход цемента при обеспечении требуемой прочности бетона. Ускорители набора прочности увеличивают скорость набора прочности в ранние сроки твердения, повышают марочную прочность бетона. Добавки регулирующие сохраняемость подвижности бетонной смеси, постребованные в жаркое время года или при необходимости длительной перевозки бетонной смеси. Добавки с противоморозным эффектом обеспечивают проведение бетонных работ в зимнее время при температурах до минус 15 градусов по Цельсию и даже до минус 25. Модификаторы бетона. Бетоны с этими добавками имеют класс по прочности до 80. при применении цементов марки 500. Отличаются пониженной проницаемостью, морозостойкостью, коррозионной стойкостью и долговечностью. При этом бетонная смесь может иметь высокую подвижность. добавки для самоупытняющихся бетонов помогают решить проблему бетонирования тонкостенных густо армированных конструкций. Комплексные добавки объединяют в себе несколько видов воздействия на бетонную смесь. Для регулирования свойств бетона, бетонной смеси и экономии цемента применяют различные добавки. Их подразделяют на два вида. Первое. химические добавки вводимые в бетон в небольшом количестве и изменяющие в нужном направлении свойства бетонной смеси и бетона. Тонкомолотые добавки использующиеся для экономии цемента получения плотного бетона при малых расходах цемента и повышения стойкости бетона. Применение химических добавок является одним из наиболее универсальных доступных и гибких способов управления технологией бетона и регулирования его свойств. Если ранее наиболее широко в строительстве использовались в виде добавок отдельные химические продукты и модифицированные отходы промышленности, то в настоящее время преобладают добавки, специально приготовленные для бетона. Планы развития строительной индустрии предусматривают значительное расширение производства бетонных смесей с использованием эффективных добавок применения новых видов добавок. Химические добавки классифицируют по основному эффекту действия. Регулирующие свойства бетонных смесей, пластифицирующие добавки, увеличивающие подвижность бетонной смеси, стабилизирующие добавки, предупреждающие расслоение бетонной смеси, водоудерживающие уменьшающие водоотделения, добавки, регулирующие схватывание бетонных смесей и твердения бетона, добавки, ускоряющие или замедляющие схватывание, ускоряющие твердения, обеспечивающие твердения при отрицательных температурах, противоморозные, регулирующие плотность и пористость бетонной смеси и бетона, воздухововлекающие, газообразующие, пенообразующие, уплотняющие, воздухоудаляющие и кальматирующие поры бетона, добавки, стабилизаторы, повышающие стойкость бетонных смесей, против расслоения, снижающие водоотделения, повышающие защитные свойства бетонной стали, ингибиторы, коррозии стали, добавки, регуляторы, деформации бетона, расширяющие добавки, пластификаторы бетонных смесей начали широко применяться в 40-50-х годах и сегодня они занимают ведущее место среди химических добавок, применяемых технологией бетона. в качестве пластифицирующих добавок широко используют поверхностно-активные вещества, нередко получаемые из вторичных продуктов и отходов химической промышленности. Бабки делят на две группы. Первая группа пластифицирующие добавки гидрофильного типа, способствующие диспергированию коллоидной системы цементного теста и тем самым улучшающие его текучесть. Вторая группа гидрофабизирующие добавки, повлекающие бетонную смесь в мельчайшие пузырьки воздуха. Молекулы поверхностно-активных гидрофобных добавок. Ассорбируясь на поверхности раздела воздуха, вода понижает поносное натяжение воды и стабилизирует мельчайшие пузырьки в цементном тесте. Добавки второй группы, основным назначением которых является регулирование структуры и повышение стойкости бетона. Обладает при этом заметным классифицирующим эффектом. Из добавок первой группы широко известна сульфидно-дрожжевая брашка. Эта добавка представляет собой кальциевые соли лигносульфоновых кислот. Получает ее в виде жидкости из сульфидных щелоков, образующихся при переработке целлюлозы, выпускает также пластификатор адипиновой щелочной, упаренную последрожжевую борду, пластификатор FR-P1 и другие. Добавка второй группы относит смолу, нейтрализированную воздухововлекающую натриевую соль авиэтиновой кислоты, получаемую в виде порошка или жидкости путем омыления канифоли едким натром. Омыльный древесный пек пасту, получаемую нейтрализацией едким натром жидких кислот древесного пека. Смолу древесную омыленную синтетическую поверхность активную добавку, получаемую из отходов нефтепереработки, сульфанол и другие. Воздухововлекающие добавки используют главным образом для повышения морозостойкости бетонов и растворов. Эти добавки несколько понижают прочность бетона. Поэтому не следует в бетонную смесь цели ее пластификации вводить большое количество воздухововлекающей добавки. Содержание увлеченного воздуха составляет обычно 4-5%. В этом случае прочность бетона практически не снижается, так как отрицательное влияние вовлеченного воздуха нейтрализируется по повышению прочности цементного камня вследствие уменьшения водоцементного отношения за счет классифицирующего эффекта добавки. Воздухововлекающая добавка гидрофобизирует поры и капилляры бетона. А воздушные пузырьки служат резервным объемом для замерзания воды без возникновения больших внутренних напряжений. В результате значительно повышаются водонепроницаемость и морозостойкость бетона. Воздухововлекающие добавки более эффективны в бетонах с малым расходом цемента. В качестве газообразующей добавки широко используют алюминиевую пудру и ГКЖ 54. Наоборот, для уплотнения структуры бетона добавляют никак кальций и хлорид и сульфат железа. Сульфат алюминия диэтиленгликолевую или триэтиленгликолевую смол. Для замедления схватывания применяют формовую сахарную потоку нитрил нитрил отриметилен фосфоновую кислоту и маточные растворы ее производства. А также добавки СДВ ГКЖ-10 ГКЖ-94 повышенных дозировок. Для гидрофобизации бетона повышение его стойкости в облицинной среде и в долговечности применяют гидрофобную пассифицирующую кремиорганические жидкости. Метилсиликанат натрия этилсиликанат натрия этилгидросиликсановую жидкость. Для уплотнения структуру бетона используют форид железа в качестве ингибитора коррозии нитрит натрия бихроман калия для улучшения противорадиационных скольз соли тяжелых металлов для повышения электропроводности кокс для придания бактерицидных свойств ОССМ для стабилизации бетонной смеси метилцеллерозу и другие. Перечисленные добавки не исчерпывают всего многообразия имеющихся сегодня в ассенале технологомодификаторов бетона. Умелое пользование ими обеспечивает значительное повышение качества бетона и экономия ресурсов при его изготовлении. Химические добавки поставляются в виде угодных растворов, порошков и эмульсий. Большинство добавок растворимы в воде и их вводят в бетоносмеситель в виде предварительно приготовленного раствора. Некоторые добавки вводят в виде эмульсий или в виде взвесей в воде. Оптимальная дозировка добавки зависит от вида цемента, состава бетонной смеси, технологии изготовления конструкции. Обычно применяют пластифицирующих добавок, суперпластификатор, воздуховлекающих добавок, ускоритель твердений. На практике оптимальную дозировку добавки определяют опытным путем. Для получения эффекта полифункционального действия применяют комплексные добавки, включающие несколько компонентов, например, добавки, одновременно пассифицирующие бетонную смесь и ускоряющие твердения бетона. Разработано большое количество разнообразных комплексных добавок, позволяющих осуществлять действенное управление свойствами и технологией бетона. Комплексные добавки условно можно разделить на пять круг. Смеси поверхностно-активных веществ и электролитов смесь электролитов комплексные добавки на основе суперпассификаторов сложные многокомпонентные и комплексные добавки. Первая группа в комплексных добавках первой группы наиболее часто применяют сочетание пассифицирующих компонентов диспергирующего действия и гидрофобизирующих воздуховлекающих или гидрофобизирующих газообразующих компонентов. Первые компоненты хорошо пассифицируют жирные бетонные смеси с высоким расходом цемента. Вторые наоборот тощие бетонные смеси. Вместе с тем комплексные добавки первой группы несколько замедляют дегротацию цемента, что необходимо учитывать при изготовлении конструкции. Бетон с такими добавками следует выдерживать не менее двух часов для тепловой обработки. Скорость подъема температуры не должна превышать 15-20 градусов по Цельсию в час. А общая продолжительность тепловлажностной обработки должна оставлять не менее 13 часов для бетонов на парном цементе и не менее 14 часов для бетонов на шлака и пуцелановых цементах. Вторая группа. Комплексные добавки второй группы включающие ПАВ и электролиты расширяет возможность модификации бетона и бетонной смеси. Ведением электролитов регулирует темп твердения и улучшается структурно-механические свойства бетона. Например, повышается его плотность, а ПАВ позволяет регулировать подвижность бетонной смеси. Ее воздухосодержание придают бетонам некоторые специальные свойства. Вместе с тем, проектируя комплексные добавки второй группы, необходимо учитывать, что некоторые компоненты могут обладать несовместимостью. Например, некоторые ПАВ образуются кальциевыми и алюминиевыми солями, трудно растворимые соединения. Электролиты в ряде случаев снижают эффективность воздуховлекающих добавок. Иногда, чтобы уменьшить отрицательное влияние несовместимых отдельных компонентов комплексных добавок, применяют их раздельное введение в бетонную смесь, что усложняет технологию и приводит дополнительные затраты. Третья группа. В комплексных добавок третья группа сочетание электролитов с разными механизмами воздействия на бетонную смесь и бетон позволяет устранить недостатки некоторых атакомпонентных добавок и добиться полифункционального эффекта. Например, сочетание ускорителей отвердения и ингибиторов уменьшает опасность коррозии арматуры в через бетонных конструкциях. А сочетание фотоша и эллиминат в натрии регулирует сроки схватывания бетонной смеси. Наиболее широко комплексные добавки третьей группы используют при зимнем бетонировании. Четвертая группа. Особое развитие комплексной добавки получили создание и внедрение в промышленность суперпластификаторами. Многие суперпластификаторы по существу представляют собой комплексные добавки на основе высокоэффективных поверхностно-активных веществ. Например, суперпластификатор Ц3 наряду с основным действующим компонентом продуктом конденсации нафталин сульфокислоты и формой дегида содержит небольшие добавки гидносульфонатов и сульфата натрия. Суперпластификатором добавляют хлорид, нитрат и глюконат кальций, тиосульфат и бикарбонат натрия, лигносульфонаты, полиоксиэтилен, капоксиметил, целлюлозу, синтетический микропинообразователь, соли ванной кислоты, производные сахаров и другие вещества. Четвертая группа. Комплексным добавкам четвертой группы пятой группы. Комплексным добавкам пятой группы можно отнести сложные многокомпонентные комплексы, предназначенные для специальных целей. Например, к ним относятся добавки, включающие ПАП, СДБ, СН и предназначение для получения без усадочных расширяющихся бетонов. В этой группе комплексных добавок можно отнести и битумные эмульсии и сушпензии. Эти добавки обладают гидропобных классифицирующим эффектом и применяются для повышения непроницаемости бетона. В состав бетонной эмульсии входит бетон СДБ, служащая эмульгатором 5%, квадрат 45%, суспензия содержит 45%, бетона 2% СДБ, 53% каль линовой суспензии. Бетонная дисперсия вводит бетонную смесь в количестве 5-7% от массы цемента. При использовании бетонных эмульсий необходимо учитывать, что выделяющиеся при гидролизе с зиментом соли кальция могут менять химическую природу некоторых эмульгаторов, что приводит в свою очередь к прекращению прямой эмульсии в обратную. В результате местоположительного может наблюдаться отрицательное влияние подобных эмульсий на бетонную смесь и бетон. СДБ является эмульгатором, не вызывающим ображение паз и может успешно использоваться в этом качестве. Полипропиленовый волокон как добавка для бетона и строительных растворов. Многочисленные разработки в данной области не давали нужного результата. И только после появления на рынке строительных добавок для бетона и строительных растворов моноболокна фибрин произошел переворот в строительстве. Тесты ВВА и другие независимые исследования подтверждают, что фибрин является наиболее эффективным полипропиленовым моноболокном из всех типов волокон, применяемых в строительстве. Преимущества бетона с использованием волокон фибрин уменьшается образование трещин при пластической усадке и повышается качество поверхности бетона. Сокращается время первичного и окончательного сопроведения бетона. Повышается устойчивость к землязанию оттаянным сопротивлению ударов, устойчивость истирания и к огню, проникновению воды и химических веществ. Повышается устойчивость бетона к воздействию антиобределяющих солей, уменьшается выделение воды, повышаются прочность и характеристики бетона. Патронные вопросы. Первое. Опытно-экспериментальные работы в целях развития представлений о действиях химических добавок бетона. Второе. Физико-химические исследования структуру и характер кристаллизации гидратных образований цементного камня. Трентгенов структурный анализ цементного камня. Нет трентгеновского малоуглового рассеивания. Ниже вам представлен список литературы, с которым вы можете ознакомиться. Спасибо за субтитры. Спасибо.